Ух, не фигурки! А вот и руины церкви. Есть места, оказавшись в которых, словно переносишься во времени и пространстве в другой мир. Каким бы удивительным это ни казалось, но всего в 90 километрах от Москвы, между дачных поселков и садовых товариществ, есть совершенно заповедные территории. Одно из таких мест урочище тёплое. Совсем недавно к нему вела разбитая грунтовая дорога, передвигаться по которой можно было только летом в сухую погоду. Сейчас её отсыпали щебнем, чтобы по дороге могла проехать техника на лесозаготовке, находящейся в глубине лесных массивов. Первое, что нас встречает при входе, табличка. Знаменский храм, передан православной церковью, будет восстановлен, охраняется государством. Разрушать, естественно, мы его не собираемся. На улице начался дождь, крыши тут практически отсутствуют. Вот такой вот пол здесь. Похоже, что самое интересное на современную кафельную плитку. Урочище получило своё название от деревни, которая была известна по летописям ещё с времён Ивана Грозного. В 60-х годах 18 века деревня была приобретена известным дворянским родом Сойманово, где в 1770-х годах Сойманово возволят родовое поместье. А в 1797 году закладывается каменная церковь взамен старей деревянной. Тут при входе в храм осталась такая вот лестница, на которую попробуем забраться. Лестница деревянная и, конечно, надо очень аккуратно тут сейчас проходить. Потому что она в любой момент может просто отвалиться. Кто является архитектором, точно неизвестно. Но принято считать, что автором проекта храма был выдающийся русский зодчий Николай Александрович Львов. Он состоял в дружеских отношениях с Соймановыми, примерно в те же годы строил для них городской дом. Кроме того, здание церкви по планировке и деталям выполнено в характерном для Львова паладеанском архитектурном стиле. Почти квадратное в плане, со светлым подкупольным пространством, отделенным колоннами от остальных помещений и характерными для паладеанской архитектуры трехчастными арочными окнами. Тут вот есть возможность забраться в следующее помещение. И лестница ведет еще выше, в колокольню, на крышу храма и в колокольню. Мы сейчас посмотрим соседнее помещение. Сводчатый потолок. А вот вид из окна. Тут дальше прохода нету. То есть дальше можно пройти только наверх в колокольню или на купол храма. Сейчас посмотрим. Сводчатый потолок. Да, и вот дальше лестница вела на самую вершину колокольни. Мы сейчас попробуем выйти туда, где находится крыша, купол, храма. А вот мы, собственно, отсюда из башни, ведущей в колокольню, попали на крышу храма. Сейчас попробую забраться еще немного выше. В 30-х годах 20 века церковь была закрыта, а в 1941 году во время бомбежек усадьба Соймановых разрушена. Само село Теплое перестало существовать в период хрущевской кампании по отселению бесперспективных деревень в 1960-х годах. Последняя карта, на которой оно отмечено, датирована 1931 годом. Сейчас буду аккуратно спускаться сюда. Вот в том пределе находился алтарь. Ходит легенда, что последние священнослужители храма, собрав оставшуюся церковную утварь, иконы, книги, церковные облачения и сосуды, сложили все в помещение под колокольни, которое впоследствии было замуровано. Неизвестно, насколько правдива эта легенда, но сам храм и его окрестности привлекают кладоискатели еще с советских времен. В некоторых местах вскрыт пол церкви. Раскопано большинство могил на кладбище, находящемся неподалеку. Храм является памятником архитектуры федерального значения. В 2008 году он передан Русской Православной Церкви. При входе, как минимум с 2010 года, висит табличка о том, что храм будет восстановлен, но никаких работ там не велось. На сегодняшний день здание церкви находится в аварийном состоянии и разрушается практически на глазах. Субтитры создавал DimaTorzok